Девушки отдыхают Почти 200 лет королевское общество по борьбе с жестоким обращением с животными защищает этих прекрасных животных. Пожалуйста, не забирайте собак. Это люди, для которых ужасные обращения, суровые условия содержания. Ему негде было укрыться. И недосмотр за животными не имеет прощения. Это все меняет. Я не могу ее оставить. Они сделают все, что в их силах, чтобы проследить за должным содержанием собак. Это спасение собак. Спасение собак Сегодня ужасный случай, когда собаки использовались как машины для размножения. Это просто так, для собак. Собак держали под замком в Южном Уэльсе в отвратительных условиях. Здесь воняет повсюду от входа. Это просто несправедливо. И брошенный пес, который так изголодался, что хотел съесть свою подстилку. Если бы он проглотил такой кусок, это повлекло бы за собой тяжелые последствия. Породистые собаки стоят дорого, и на щенках можно сделать хороший бизнес. Ежегодно тысячи щенков взращивают нелегально. На них смотрят как на товары и не заботятся об их благополучии. Общество защиты животных и полиция решили объединить усилия, чтобы разоблачить подобных преступников. Возглавит их инспектор Джейсон Буллс. Мы собрались здесь, чтобы помочь обществу защиты животных и ветеринарам оценить состояние собак и позаботиться о них. И чтобы предъявить иски людям, которые издеваются над своими собаками. У Джейсона большой опыт, и он знает, чего ожидать. Покупать щенка в таком месте не стоит, неважно, через посредников или нет. Здесь царит антисанитария, родственников спаривают между собой, собаки постоянно испытывают стресс. Их редко выпускают из клеток, они не приучены к человеку. К тому же ни в коем случае нельзя покупать щенка, не посмотрев на родителей. Примерно пятая часть хозяев собак купила их у нелегальных торговцев. Полиция уже задержала владельцев питомника, когда приехал Джейсон. Вы не заберете этих собак. Заберем. Нет, с ними все в порядке. В конце концов. Вы всего лишь полицейские, что вы знаете о животных? Мы всего лишь хотим справедливости. С щенками все нормально, вы не найдете в них ни одного изъяна, честное слово. Владельцы утверждают, что щенки в порядке, но в основном жестоко обращаются со взрослыми собаками. К ним и направляется Джейсон. И он сразу понимает, что собак здесь держат только ради выгоды. Это старая собака, которая беспрестанно рожала в течение многих лет. Теперь она не годна для родов, и поэтому попала сюда. Сейчас она бесполезна, но ее щенки стоили огромных денег, и когда-то она очень высоко ценилась. Ветеринар Шон Тейлор собирается оценить состояние собак. Хуже уже быть не может. На экскрементах появилась плесень, значит, собаки лежат тут неделями. Здесь нет воды, а это уже является серьезным нарушением их содержания. Печально, что они не заботятся как следует. Общество защиты животных может предъявить владельцам иск, поскольку те не защищали своих подопечных от боли и страданий. Говоря о теле собаки, следует отметить, что соски отвисли до пола. Очевидно, что кормили ее как следует, но рожала она чересчур много. Я такого не видел никогда. У всех собак этого питомника тяжелая жизнь. Странно видеть лучшего друга человека в клетке. Но в Британии сотни таких питомников. Так они скрываются от закона, животные продолжают страдать. Под сеном мы нашли мертвую самку шоколадного лабрадора. Мы стараемся избегать подобных случаев. Но, к сожалению, в этот раз мы не успели ее спасти. Это очень печально. Команде до сих пор не показали щенков. Позже мы узнаем, сможет ли Джейсон им помочь. Это был всего лишь один из множества ужасных случаев, с которыми общество защиты животных сталкивается каждый день. Спасать собак бывает нелегко. Будь его волей, инспектор Скотт Уэйнс приютил бы их всех. К животному легко привыкнуть, особенно, когда ты сострадаешь ему. Его хочется приютить. Но надо понимать, что всех забрать невозможно. И они могут обрести счастье не только в твоем доме. Сегодня Скотта позвали помочь стафарширскому бультерьеру по имени Тайку. Сейчас едем туда, где, как мне доложили, живет пес, оставленный без присмотра на долгое время. Соседи неоднократно слышали, как он лает. Мы должны оценить ситуацию в целом, проверить, в порядке ли животное. Живет ли кто-нибудь по этому адресу, и понять, чем мы можем помочь. Первым делом Скотт проверит, не вернулись ли хозяева. Иногда работа члена Общества защиты животных очень напоминает работу сыщика. Чтобы узнать, приходят ли домой хозяева, они приклеивают скотч к дверям дома. Скотч выглядит нетронутым, и это значит, что пес находится в одиночестве как минимум около суток. Меня волнует, есть ли у него вода и еда. Поэтому мы очень волнуемся, что пес может погибнуть. Установив, что хозяева не возвращались, теперь Скотту необходимо узнать, в каком состоянии находится тайка. Но пес не подает признаков жизни. А соседи делятся новой информацией. Когда я видел пса, он выглядел покусанным. Ясно. Там было два пса, и, похоже, они подрались, и у одного из них морда была. Когда это было? Неделя назад. То есть он может быть ранен. Да. Каждое шестое дело Общества защиты животных связано с брошенными животными. Скотт волнуется, что состояние тайка может быть хуже, чем он предполагал. Судя по тому, что я услышал, пес находится внутри. Видимо, он не может подойти к двери, иначе я бы разглядел его в щели под дверью. Значит, он привязан в одну из комнат. Сделав пару звонков... Это инспектор из Общества защиты животных. Скотт находит человека, у которого есть ключи от квартиры, и подозрение в том, что хозяин вернется нескоро. Мы должны неслышно подойти к двери, на всякий случай. Скотт стремится помочь голодному и раненому тайка как можно скорее. Привет. Он тут? Его тут нет. Если сможет его найти. Эй. Я уже чувствую сильный запах, идущий из этой комнаты. Я думаю, он тут. Привет. Привет. Выходи. К счастью, тайка выглядит здоровым и нераненым. Но в комнате царит страшный беспорядок. Как вы видите, на полу экскременты. А также похоже, что пес разорвал свою подстилку, потому что хотел есть. Если бы он проглотил хотя бы кусочек этой подстилки, это повлекло бы за собой тяжелые последствия и нарушило его пищеварительную систему. Хозяева не оставили ему никакой еды. Единственное, что радует, здесь хотя бы есть вода. Но в целом, такие условия непригодны для жизни собаки. Он игривый, нуждается во внимании. Таким нелегко оставаться в одиночестве. Он страшно рад увидеть хоть кого-нибудь и выйти на свежий воздух. В комнате стоял ужасный запах. Идем. Тайка срочно нужно показать ветеринару, ведь он голодал долгое время и, возможно, проглотил кусок подстилки. Оказалось, к тайке прикреплен микрочип с информацией о возрасте и его породе. Отлично. После осмотра у ветеринара Бри Мэри тайка, наконец, может насладиться долгожданной едой. Потому как он ест, видно, что он жутко голодный. Собаку ни в коем случае нельзя доводить до такого, когда она съедает целую миску и хочет еще. Наевшись, тайка устраивается на новом месте. Если скот не сможет найти хозяина тайка, то пес будет искать новый дом с новыми хозяевами. Общество защиты животных и полиция решили объединить усилия, чтобы накрыть преступников, нелегально разводящих щенков, в неподобающих для жизни условиях. Они до сих пор не нашли щенков, но, похоже, что дела совсем плохи. Джейсон находит мертвого щенка. Новорожденный щенок, наверное, умер во время родов. Его хотели сжечь. И вот Джейсон находит щенков. Привет! Здесь жизненные условия лучше, но щенки совсем одни. С ними должна быть мама, где она? Нет причины их разлучать. Мама должна быть рядом со щенятами и воспитывать их. А они предоставлены сами себе в холодном и сыром сарае. Так быть не должно. Щенки выглядят милыми и здоровыми, но, по словам ветеринара, у них могут быть скрытые заболевания. Когда животных держат в таких условиях, они не привыкают к общению с людьми и могут стать очень агрессивными по отношению к ним. Именно отсюда и начинаются все проблемы. Поскольку щенков еще придется продавать, их состояние намного лучше, чем у их родителей. И поскольку страдают только взрослые собаки, забрать можно только их. А что борется с щенками, пока неизвестно. По закону мы не можем забрать щенков, поскольку они не страдают и о них заботятся. К сожалению, позже они могут попасть туда, где жили их родители. Мы не знаем, что ждет их в будущем. Мы связаны с законом. Наши действия должны быть законными. Пусть нам и хочется забрать всех прямо сейчас. Желая спасти щенков, Джейсон просит помощи у других работников. Посмотрим, что мы сможем сделать вместе с экспертами по стандартам торговли. Эксперты решили предъявить хозяевам питомник и иск в связи с нелегальной продажей собак. В таком случае щенков можно будет спасти. Вы нарушили закон о разведении собак и закон о зоомагазинах, так что мы забираем и взрослых собак и щенков. Нет, вы не можете. Можем. Нет, с щенками все в порядке. Они доказательства вашего преступления. Они в полном порядке. Команда достигла желаемого результата, но им еще надо записать в каталог всех лабрадоров Колли и Хаски. Это будет долгий день. Теперь, когда собаки на свободе, стало еще больше видно, насколько плохо им жилось. У этой собаки распухли и вытянулись соски, а у других собак они практически достают до пола. Все они влачили жалкое существование. Они были просто машинами для размножения. Несмотря на многолетний опыт, сегодня Джейсон испытал нечто новое. Это самое большое дело из всех, которыми я занимался. Столько животных спасено за раз. Еще столько работы. Нужно пересчитать всех этих собак, составить списки. Эта работа заняла около 10 часов, но зато было вызвано 136 собак. Это одна из самых крупных операций по спасению собак. Если бы нам пришлось их бросить, я бы потерял сон. Это как ад. Ад для собак. Просто ужас. В 2012 году Общество защиты животных расследовало более сотни тысяч случаев жестокости. У многих хозяев было больше собак, чем они могли себе позволить. Николь Джонсон направляется в Южный Вельск к женщине, которая не справляется со своими питомцами. У нее больше 10 собак, но в прошлый раз она не показала их Николь. Надеюсь, она впустит нас в дом. Иначе я начну подозревать что-то неладное. Я должна попасть внутрь, и я сделаю это. Я должна знать, сколько у нее собак, и каковы их жизненные условия. Нравится ей это или нет. Николь сразу замечает неладное. Увидев тощих лошадей и скот. Но больше всего она волнуется о собаках. Здесь намного тише, чем было в прошлый раз. Я говорю о собачьем лае. Не понимаю пока, в чем дело. Хозяйка нашлась, но она утверждает, что потеряла ключ от помещения, в котором живут собаки. Вы и правда не можете найти ключ. Он большой и блестящий. Инспекторы часто встречаются с сопротивлением, но Николь не сдается. В этот раз она хорошо подготовилась. Она обнаруживает грязный, заваленный хламом участок земли. Собакам здесь живется худо. Вот почему хозяйка не хотела впускать Николь. Как они ходят гулять? Здесь такая вонь. Их точно не кормят. По закону хозяева, собак обязаны заботиться о своих питомцах, предоставляя им жилище, еду и воду. Ветеринар Лоди Десмет уверен, что здесь заботы и не пахнет. Состояние собак и их жилища абсолютно неприемлемо. Подстилок нет, миски грязные, пустые. Просто ужасные условия. Николь нашла несколько фургонов, которые хозяйка также отказывается открывать. Мы должны убедиться в том, что вы ничего не прячете. Как только мы все осмотрим, мы тут же уйдем. Так в чем проблема? Покажите нам, что фургоны пустые, что животных в них нет, и мы разойдемся по домам. Если там ваши любовники, меня это не интересует. Меня волнуют только животные. И если понадобится, я позвоню в полицию. Вам вряд ли этого хочется. Сделайте доброе дело, откройте их. Наконец, упорство, Николь. Ну так что, я звоню в полицию? Ее угрозы окупаются. Она наконец признала, что прячет в фургоне собаку. Посмотрим, что там. Помесь немецкой овчарки Ротвеллера, пес по кличке Король, скрывался в фургоне. Очевидно, что здесь держат собак. Все провоняло, повсюду их экскременты. Держать здесь крупную собаку – это безумие. Это просто несправедливо. По королю сразу видно, как мало за ним ухаживали. Но в прошлый раз я ушла ни с чем, а теперь я добьюсь своего. Хозяйка согласилась отказаться от четырех собак, включая Короля. Теперь собакам найдут новых хозяев. Мне кажется, что хозяйка не такой уж плохой человек, просто она сбилась с верного пути. Никогда не поздно одуматься. Мы найдем новых хозяев для этих четырех собак. А с меньшим количеством питомцев ей будет легче справляться. У собак будет больше места, жизнь наладится. Заводя животных, следует убедиться, что вы сможете заботиться о них как следует. А если вы не справитесь, что ж, один из нас придет за ними. Это наша работа. Собак, спасенных из питомника, привезли в приют для животных в Бирмингеме. Это место разительно отличается от мрачного грязного питомника, в котором они жили раньше. Благодаря Джейсону и его команде они могут обрести новый дом. Большинство собак еще щенята, так что новые любящие хозяева уже забрали большинство из них. Например, Колли по имени Флер. И лабрадора Леннона. Ты смотри, какой непоседа. Тяжело ему жилось, но мы постараемся окружить его заботой. Страшно подумать, что кто-то способен так поступать с собаками. Держать их только ради денег. Это же отвратительно. Мы подарим ей много любви, будем играть с ней каждый день. Ей точно достанется много внимания. Помесь немецкой овчарки Ротвеллера, пес-король, все еще ждет своих новых хозяев. Хозяин, бросивший из стафарширского бультерьера Тайка в одиночестве, так и не объявился. Но Скотт уверен, что с Тайка все будет хорошо. Слава Богу, что нам удалось вызволить его. Я уверен, что найдется много желающих принять в семью такого веселого и игривого пса. В следующей серии жестокому хозяину из Южного Уэльса ставится ультиматум. Поклянитесь, что будете заботиться о них, иначе мне придется принять меры. Самый страшный случай из всех, что видел инспектор Мэтт Гав. Прости, милый. Довести животное до такого состояния это непростительно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»